Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея, 18 глава, 1 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, Истину говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное? Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Толкование блаженного Фефилакта. Видя, что учениками овладевает страсть честолюбия, Господь смиряет их, и в пример бесчеславного отрока показывает им путь смирения. Так и нам должно иметь смиренный ум, впрочем, не детский, и быть незлобными, но неразумными. Словами, если не обратитесь, показал, что они перешли от смиренного мудрия к честолюбию. Следовательно, должны были возвратиться опять к тому же, то есть к смиренному мудрию, от которого уклонились. Брать качество незлоби, главное, что вы дети. А не так, что они неразумные. Будьте как дети. Вот это вот почти невыполнимое. Обо всем спорят, вот особенно русские люди. Вот это как-то в природе действительно уже есть. Самые маленькие знания есть какие-то, уже высокоумие, не соразмеряют с тем, просто проглотят, не проглотят, хватают, в рот тащат, клюется, пьется. Смотря какие дети. Конечно, Господь имел в виду, дети были еврейские рядом с ним. Еврейские дети, эти не дети Пилата и Ирода были, не языческие дети. Будьте как дети. А они с детства, дети, были всему научены. Они уже все понимали. Евреи очень хорошо учат своих детей. У них неграмотных нет. Вот это надо в виду и брать. А не просто дети сейчас. От порочных родителей порочные дети. Ничего не знают, только прыгают, как обезьянки. Матфея, 18 глава, 5-6 стих. Тут, видимо, опечатка. Ты 18 главу уже читал дальше? Я первый стих сейчас прочитал. Ну, давай дальше. А тут нету второго, третьего, четвертого. Ну, да, толкование понятно. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых стих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Толкование. Вы, говорит, не только сами должны быть смиренны, но если ради меня почтите и других смиренных, то получите награду, потому что меня примете. Когда примете детей, то есть смиренных. Так, говорит, и наоборот, кто соблазнит или обидит одного из малых сих, которые уничижают и смиряют себя, хотя бы были и велики, тому лучше было бы, если бы на шею его повесили мельничный жернов и потопили в воде. Выставляет на вид столь чувствительное наказание с той целью, дало показать, что чашскому мучению подвернутся обижающий и соблазняющий смиренных во Христе. Но ты разуми, кроме сего, что если кто соблазнит малого и в собственном смысле, то есть слабого, вместо того, чтобы всячески поддержать его, тот также понесет наказание. Тем вернее, что слабый обыкновенно скорее соблазняется, нежели крепкий. Понятно, Господь себя как бы олицетворяет с ними, и поэтому каждому нужно одно дело, свой подход, а потом помнить, что это образ Божий. Это не удается всегда. Когда нормальный человек, верующий, творит милостыню, это как-то легко ассоциируется. А когда он творит всякие пакости, речь идет о верующих в меня, Господь говорит. Это не относится к бомжам, пьяницам. Еще его любить-то буду, он надоел всем. Его как можно любить? Любить только так, что брать его в жесткие рукавицы и начинать работать с ним. С больным как поступает? Он беснуется, пьет, не работает. И поэтому разное ЛТП ему на помощь. Матфея, 18 глава, 7 стих. Горе миру от соблазнов. Ибо надо бы нам прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Толкование. Как человеколюбец, он оплакивает мир, имеющий терпеть вред от соблазнов. Но скажет кто-нибудь, зачем оплакивать, когда нужно подать руку помощи? На этом мы можем сказать, что и самое оплакивание кого-либо есть уже своего рода помощь. Часто случается, что тем, для которых бесполезно было наше убеждение, мы доставляем пользу, когда начинаем плакать об них. И они приходят от того в чувство. Под соблазнами разумея людей, препятствующих нам в добре, а под миром людей дольных, присмыкающихся по земле. Достойны мух соблазняющие. Что они же производят и нужду соблазна? Сами по себе располагаясь и решаясь на то, чтобы быть причиной соблазнов. Священному Писанию обычно называть жизнь грешным миром, а провождающих ее мудрствующими по земному, потому что ученикам Христос говорил, «Вы – нет мира». Тут ничего не скажешь. Поступай так и все. Тут толкования нет никого. Просто призывает к благоразумию и к мужеству. Матфея, 18 глава, 8-9 стих. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную». Толкование. «Под рукой, ногой и глазом разумеет друзей, которых мы считаем как бы собственными членами. Итак, если бы из числа и таких, то есть самых близких друзей, оказались иные зловредными для нас, то должен оставлять и отсекать их, как гнилые члены, дабы они не заразили прочих. Таким образом, отсюда ясно видно, что если есть нужда прийти, соблазнам, то есть вредным людям, то нет нужды нам портиться от них. Ибо если будем поступать так, как сказал Господь, если станем отсекать из себя причиняющих нам вред, хотя бы то были и друзья, то не потерпим вреда». «Да, когда говорится о соблазнах, соблазняет рука, нога, толкования разных много, но только не буквально. Члены вредительства церковь сурово пресекала, она не давала этого. Даже такие, как он Ориген, те, которые сами себя кастрировали, они церковью отлучались, и особые каноны на этом были. Матфея 18, глава 10-11 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование «Заповедуют не презирать и не уничижать так называемых малых, то есть нищим духом, но великих пред Богом. Они, говорит, так любезны Богу, что самые ангелы защищают их от вреда демонского. Всякий верующий, или даже все мы, люди, имеем ангелов-хранителей. Но ангелы малых и смиренных о Христе так близки к Богу, что они пристанно созерцают лице Его и предстоят Ему, из всего видно, что хотя все мы имеем ангелов, но ангелы грешников, как бы стыдясь за наше недерзновение, и сами не имеют дерзновения зреть лице Божие, и молиться за нас. Напротив ангелы смиренных зрят лице Божие, потому что ради их, как праведных, имеют дерзновение». Второй вопрос об ангелах. Мы призываем ангелов-хранителей, молимся их другие, не молятся считать нельзя. А что говорит об этом Слово Божие? Какие доказательства? Мы видим неоднократно, как Маной и женой поклонились ангелу, поклонение было принято. То есть на все это должны быть ответы. Вот. Интересно, как отвечал отец Дмитрий Дудко, что такое секта? Может быть, это не его выражение. Секта – это узор взгляда на истину. Они ищут истину, но больше ничего не надо. Я говорю, кто же учителя у церкви? Ну, апостол, пророки поставил. То есть уже они были поставлены. Он не может ответить, говорит, «А вот в Умске сейчас Александр Шевченко». Ну что, даже смеяться и то нельзя. Поставил. Так он что, кого называешь, он был тогда в первом веке? Он не знает ничего. Но я верю во Христа, а вы нерожденные, вы не знаете то другое. Столько из человека выплескивается. Почему он вне церкви? Он что бы ни сказал, он ни за что не отвечает. Потому что обуреваемый этой гордостью человек, он на исповедь не ходит, он себя не проверяет со стороны. Никаком соблазнен, понятия и речи не имеет. Чисто плоской человек. Сейчас вижу, готовят по указу патриарха, здесь миссионеров. На улицы они выходят. Женщины без платков, в брюках, сережках. Да какие миссионеры это? Смешно даже. Своим видом человек больше говорит, чем словами. Что он воплотил то, что говорит. Такие же, как один из них. Говорит даже об этом, язык молоть. Дальше. Матфея 18 глава, с 12 по 14 стих. Как вам кажется, «Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется не более, нежели 99 незаблудших. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Толкование. «У каждого человека было сто овец, у Христа. А у какого человека было сто овец? У Христа. Ибо все разумные создания, как ангелы, так и люди, сто овец, которых пасторь Христос. Так как он не овца, то есть не тварь, но Сын Божий. Он оставил 99 овец на небе, то есть ангелов, и приняв зрак раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческое естество, и радуется о нем более, нежели о твердости в добре ангелов». Кратко, это означает, что Бог печется об обращении грешников и радуется о них более, нежели об утвердившихся добродетели. Да. Вперед. Матфея 18 глава с 15 по 17 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Толкование. «Дабы ты, соблазняясь, не пал совершенно духом от того, что соблазняющимся угрожает горе, я хочу, чтобы ты в случае соблазна или вреда обличал обижающих и вредящих тебе, если они христиане. Итак, если обижают тебя неверный, в таком случае отступись от имения своего. Если же это брат твой, то обличай его. И и только. Ибо не сказал, досади ему, но обличи. Господь хочет, чтобы согрешающие обличаемые были сперва наедине, дабы от обличения при многих не сделались бесстыднее. И если же не усрамиться и по обличению при двух или трех свидетелях, тогда обвиви о грехе его предстоятелям церкви. Ибо когда уже он не послушал двоих или троих, несмотря на то, что по словам закона при двух или трех свидетелях должно стать, то есть быть твердо всякое слово, то остается только, что он вразумлен был церковью. Если же и ее не послушает, то пусть будет отлучен, дабы не заразил своим злом тебя и других. Уподобляя таких братьев мытарям, так как мытарь был предметом особенного презрения. По отношению же к обиженному это составляет утешение, то есть, что обидчик его почитается мытарем и язычником, то есть хищником и неправедником, или грешником и неверным. Правильно поступает человек, легко прощает, не злится, не завидует, не злопомнение. Закон уже у тебя в руках, он тебе нравится. Будут осуждения, ты не смотри на это, вот он как Господь дал указание, я его выполняю. А перед миром будет выглядеть, что я уступаю, что я признаю, что он сильнее меня, ну и пусть так считает, Бог разберет. Мнение людей это делает рабом человека, этой толпы. Он так думает, но это его право так думать, пусть он так и думает. Еще он не знает, если думает вопреки действительности, да еще мало того, и не слушает. Матфея 18 глава 18 стих. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Толкование. Ежели ты, обиженный, будешь иметь обидчика своего, как мытаря и язычника, то таким, говорит, он будет признан и на небе. Если же разрешишь его, то есть простишь, то прощен будет и на небе. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники, но и то будет или связано, или разрешено, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. Да. Да. Матфея 18, глава 19, 20 стих. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Толкование. Под соглашающимися, разумеется, сходящимися не на зло, но на добро. Ведь и Иоанна, и Каиафа соглашались же, но на зло. Да, слава Богу. Матфея 18, глава 21 по 22 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз. Толкование. Петр спрашивает вот о чем. Сколько раз я должен прощать его, брата? Если согрешит и потом. Раскаившись, придет и будет просить прощения. К словам, если согрешит, он присовокупил против меня. Это потому, что если кто согрешит против Бога, того я, простой человек, не могу прощать, а может простить, разве имеющий божественное члено священник. Если согрешит против меня, и потом я прощу его, то будет прощен, хотя я и простой человек, а не священник. Господь сказал, до семидесяти, семидесяти раз. Не с тем, чтобы ограничить числом дело прощения. Странно было бы сидеть и высчитывать до тех пор, пока не получится число 490, которому равняется 70-70. Но означает таким образом неопределенно число раз. Как бы так говоря, сколько бы раз кто не согрешил и потом покаялся, прощай ему. Это очень просто. Ничего не требуется. Прощай, то есть не обращай на это внимания. Если было бы такое мсти за себя, кровная обида и проще сказать, причин много было, я больной не могу. А прощай, ничего нету. Вообще ничего нету. Ты, наверное, на меня обижаешься. А что бы я обижался, спрашивайте иногда. Те, которые меня обижали. Нисколько. Да вы что? Это примеряют наоборот с людьми. У меня судья Макаров был. Вы, наверное, детей наших проклинаете. Да что ради? Владимир Александрович, мы молимся за вас. Молитесь. Приехал сюда, где мы сидим. Здесь у меня книги приобрел. Тот судья, который отправил меня в этапы. Ничего это не значит еще. Он выполнял свое, я свое. Им дано право бить, мне дано право подставлять спину. Все. Он получает от своих, я получаю от своих. Матфея 18 глава с 23 по 27 стих. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Толкование. Мысль этой притчи научает нас прощать нашим сарабам согрешения их против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. Изъясняя подробно сию притчу, может тот один, кто имеет ум Христов. Царство и Слово Божие, и не какое-либо малое царство, а небесное. Продажа должника с его женой и детьми и всем имением означает отчуждение от Бога. Ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женой должно разуметь плоть, супружницу души, а под детьми худые действия, производимые душой и телом. Сию эту плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Вели также связать и детей, то есть деятельные силы зла. Так Бог иссушает чью-либо руку, крадущую ее, или связывает ее посредством к какой-нибудь демонам. И вот жена, плоть и дети, злые действия преданы измождению. Да, дух спасется, ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния, и как человеколюбив Господь. Покаяние в зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит в зле и не падает от покоения, тому нельзя и простить. посему милосердие Божье простило весь долг, хотя раб не просил совершенного упрощения, а просил только отсрочки. Прича это показывает, что нам больше прощает Бог. И как было его не простить? Смертная обеда, даже хоронить меня не ходите. Ну что теперь говорить, когда ты уже все потерял? Наоборот, ласково прощай, там дулся кто-то, что-то не так говорили, как будто никогда не было. Вот у меня мама моя была, Мария Егоровна, она насчет этого легкая была. Бывает там какие-то заругаются, там что-то. Она тут знакомая была, даже родственница. И что-то там стало сильно, у них сноха была, они ее выгнали. А мама моя заступила из-за этого на сносях, то есть беременная. А ну-ка, сейчас ребенком будет. А ты вот разозлилась, еще сноха не пришла с работы, а вы не еще все. Давай. Давай, давай. Алло. Да, говори, отец. Да, отец. Добрый день. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Да, значит, ну вот я на форум захожу, смотрю, очень, ну, очень поучительно. Да. Да, отец, сейчас я попробую включить свой этот. Ага. Вот сейчас свой это, да? Ну вот тебя тоже видать. Да, да, да. Мы тут ведем запись Нового Завета Блаженного Атилакта. Ага. Вот первый том, трехтомник красной корочки. Люди стали просить толкования, чтобы насчитать. И мы вот как раз ведем тут сильные такие у нас софиты, освещение, так что ничего. О, это очень хорошо. Там по стихам и каждая тема, чтобы отдельно. Да, это прямо мы по ним ведем, и я даю большие комментарии к Блаженному Фифилакту. Да, а вот, да, это очень... А ты на Ютубе заходишь, на Ютуб? Ютубе? Ну вот, на ваш Ютуб я, значит, на форум захожу. На форум, а ты запиши Ютуб Игнатий Лапкин. И оттуда я перетаскиваю, там главное сейчас. А, вот это ты хорошо сказал. Да, эта администрация у меня отобрала мои ролики, дескать, у меня они слабо идут, много я теряю при ужатии, а они у них очень чистые. Ты сейчас видел там беседу с мусульманами? Да, а, нет, ну, я беседу вашу видел, значит, вы разбирали там, а полумесяца, что ты сказал, что наверху нужно ставить, над крестом, а не, значит, не чтобы крест попирал. Ну, про евреев там было, вот это я сейчас. А ты где там смотрел? Ну, я на форум зашел, там, видео, и там и посмотрел. Посмотри, там написана переписка с мусульманкой, там два больших ролика, как мы у муллы ночевали дома и как мы беседовали. Да, да, посмотрю, это обязательно. Сера ночью это сделали, я перетащил к себе. У муллы на дому мы ночевали. Я там избрал тему римлянам 6-23. Возьмись за грех смерти. Да, но они не запитонированные здесь своем. Посмотришь, узнаешь, посмотри, это на форуме. Да, еще, знаешь, отец, ты это письмо не пиши. Да как не пиши, оно уже стоит у меня, уже стоит. Уже на моем соседе, она же ничего не сказала. Оно стоит здесь, вот здесь, у мейл.ру. Да, понимаешь, да? Но там еще нет, и главное, я выполнил. А она хотела, это я это сделал. Ну, наверное, слава Богу, так и надо. Пускай видится. Да, 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 да. Да. Ну вот, будем смотреть, отец, сейчас будем учиться. Ну, во славу Божию. Но ты там увидишь, вот как беседуют с мусульманами. Да, вот это мы, здесь у нас много азербайджанцев. О, это было в Азербайджане, в Баку. Да, и в этом азербайджанцы, они, есть очень просвещенные азербайджанцы. А вот, пригласи на это посмотреть, пригласи. Да, и вот с этими, с ними, они говорят, у нас «Достой Бога». Вот такое у них понятие. Да, и вот здесь. Ну, хорошо, отец, знаешь, мы сейчас строим храм, и вот такая нагрузка есть, но Бог нам помогает. Ну, я не сомневаюсь. Да, здесь все, все идет, фундамент положили, сейчас еще дальше будет, ну, со временем будет большой храм. Ну, сейчас мы наладили уже скручиваем разбор Слова Божия, и начали Игнатия, значит, ну, вот и твои ролики, наверное, я покажу, и, значит, Евангелие от Марка. Вот так начнем с толкованиями, а если будет вот твоя тема толкования, то это будет... Это в этом томе открытым оком, посмотри, вот по ней начинается, там пособие по изучению Евангелия от Марка. Ага, третий том, да? Да, да, да. Это самое лучшее для образования сильной общины. Ага, да, да, да. Да, ну, вот, обязательно посмотрим, да, хорошо, что ты сказал. потом, не забывай, о чем говорили, потом мы выстоим, как мы у вас беседовали, как я в храме проповедовал. мы там немножечко фотографии видели. Ну да, фотографии выстрел, а это именно ролики, ролики будут. Да, ну вот, очень хорошо. Ну, знаешь, вот эта тема о монахах, вот они, значит, ну, сначала возмутились, потом, значит, они пошли по своим батюшкам, а те батюшки и не монахи, но они вот здесь по традиции идут, и они очень отрицательно сказались. Вот эту тему они не приняли. Нет, некоторые приняли, а в основном вот такие вот, что там дама была полная немножко, морехи его звали, у нее шестеро детей, значит, пять девочек и один мальчик, так, тоже интересно, и вот она вот так вот возмутилась здесь. Но когда они познакомятся с монашеством и побывают в монастыре, они здесь изменят свое мнение. Это я уже убедился. Да. И еще вот эта тема, ну, они мне предложили говорить, давай уже крести, говорит, мы нас дымом помочили. Здесь. Ну, да, вот это интересно. И не одно предложение было. Там такие лидеры были, которые знают Слово Божие, так участвуют в богослужениях активно, да. И вот я, им, говорят, вот эту тему раскрыл, что здесь почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Значит, если вы родились свыше, то, значит, все время, значит, каждый день должны, как апостол вам говорить, что я каждый день умираю. Вы определитесь серьезно, вот чтобы со страстями, как там гнев, мысли, мысли, здесь осуждения, вот такие прегрешения наладьте эту, и тогда мы вот обязательно это сделаем. Значит, им, чтобы серьезно подготовили, чтобы это не было как обряд, форма без содержания. Вот я им дал такой ответ. Ну, вот так продвигается это дело у нас. Ну, слава Богу, спаси Христос, что вышел, будем помнить. Ты выходи на YouTube, и там, примерно через неделю у нас будет выставляться Евангелие. Евангелие. Вот это, это около 50 роликов. Это очень большой материал Евангелия от Матфея. А потом мы приступим сразу к апокалипсису. А, значит, таким образом начитано? не так, начитано, а перед видео. Ага. А, значит, и на МП3 там, это, наверное, тоже, наверное, можно будет. Ну, это мы, трехтомник, по одному, который я даю, так мы по нему считать будем. Нет, дело в том, что уже, если идет такой текст, то, вот я на МП3, я вот тебе показывал, или в телефоне, я записываю, и вот все время слушаю, потому что там много в дороге, и много так передвигаешься, уже, и вот эту информацию получаешь. Ну да, любят иногда смотреть, мы показываем в видео, вот как сейчас, у нас идет запись. Отец, ты, вот, выслушай еще вот такой вопрос, значит, с Ютуба, значит, видео записать вот в такой формат, в телефон, или на МП3, ну, этот маленький магнитофончик, можно так его назвать, значит, нужно два формата здесь сделать, потому что, чтобы человек мог, я же не могу Ютуб взять, вот это, посмотреть у себя, или в телефоне, вот, вот так вот, наверное, понятно, что я сказал. Ну, помоги вам, Господь, спаси Христос. Все, ладно, давай, отходи, выключай нас. Я, я очень рад, что у меня такой учитель, и вот даже совет дал сейчас, это очень хорошо. Ты сейчас заходи на форум, и на первой строчке, там увидишь переписка с мусульманкой. Да, 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 да. И там стоят уже ролики, где мы беседуем в доме Мулы. Куда ты забрал шар? Ну, спасибо, Господи. Ну, с Богом, выключай давай, ну-ка. Ну, слава Богу, это отец Наум, он вошел из Тбилиси, еврей Наум Израильевич, он принял крещение, я у него восприемник, это мое духовное щадо, здесь он обратился, он был у баптистов, ну, и они его привезли, похвалиться, вот смотри, какой еврей. Он у меня побыл, там часа три, наверное, и был там всего, и сразу отошел, его Господь коснулся. Вот так. Все, можно разворачивать, ставить. Господь дает силу ему, вот он трудится там. мы когда были, приехали в Тбилиси, только вошли, он знал, что мы едем, то он меня сразу в алтарь, и тут же представил людям, и литургия у него была, и тут же мне пришлось слово говорить. Возвратились из Еревана, когда опять туда же, и опять у него литургия. Ну, и опять пришлось говорить проповедь. Он тут же объявил людям, что сколько-то, часа через два соберутся, и будет беседа. Так все и получилось. Он очень добрый, внимательный, родители у него в Израиле. Его когда спрашивают, а какой ты нация? Он говорит, а той же, что и мой Господь. Ну, я так уже никогда не отвечу, я не еврей. Он удивительный еврей, он все понимает. Принял православие, все как положено. Свидетельствует о Господе всюду, старается. Со своими ребятишками, у него три сына, он приезжал к нам в лагерь, в лагере был, как мы искали, где крестить, в Переделкино, храм Филиппа, митрополита. Вот, там мы крестили, полное погружение. Кстати, с Василием там был, или кто. И дальше, продолжаем дальше. Тут последние стихи как раз. Матфея 18 глава, с 28 по 35 стих. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ, и упал к ногам его, умолял его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю, своему, все бывшее. Тогда государь его, призывает его, и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе, помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал востязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Толкование. Никто из пребывающих в Боге не бывает бессосрадателен, а только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым ему. Раб, получивший прощение несравненно большего долга, десяти тысяч талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего, ста динариев, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся. Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу, никак не знающему, а для того, дабы ты знал, что ангел суть наши защитники, и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым рабом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишают милости. Каким мучителям предает? Конечно, карающим силам, на мучение вечное, ибо слова «пока не отдаст ему всего долга», значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст. Но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания, ибо в Аде нет покаяния. Следовательно, он всегда будет под наказанием. Желает же, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представь теперь, какое зло по метазлобии. Оно лишает даже и дарованного дара Божия. Хотя дарования Божия не раскаяны, но от нашей злобы и они теряются. Не раскаяны, то есть Бог дает и не раскается, что дал. А когда злимся, другому не прощаем, Бог возвращает прежний долг. Тут опять же то, чтобы себя помнить, кто ты такой. Ну и на этом все сразу останавливается. Я помню, кто, мне глаза поднять нельзя. А тут только считает, я пес смердящий. Ну, приликни к нему и обратись, скажи, пес смердящий, я к тебе пришел, что тут будет? Это рассказывает, когда монах один, я грешный, много грешный, я недостойный все время. Но настоятель решил его проверить. Когда все братья шли на трапезу, а он его остановил в дверях, говорит, а ты куда идешь? Как куда? На обед. А чем я хуже других? Ну, вот и все. Чем хуже других? Что, нам все уже? Все, глава закончилась. Слава Христу. Во времени тоже. Вот, видишь как, открытый у нас глазок был, и Отец Наум вышел сюда, на нас, прям сразу. Мы показываем, что у нас сокровище, это 38 книг изданных, и вот Новый Завет. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа с блаженным феофилактом, толкование. Толкование непростое, удивительное. Вот, как мы, Густаво Даре, это лучший иллюстратор Библии. Вот, 230 иллюстраций. Сейчас я все определил, сегодня стоимость какая, спрашивают, просят книги прислать. А книги-то мизерный тираж. Тысяча, или три тысячи, второе издание там, две тысячи, три тысячи, ну что это означает? Примерно 90% книг из этих я подарил, дарю. Дарю. Дарю в библиотеке. Архиерея. Вот у нас во свете Библии такой сайт. Православный форум Игнатия Лапкина. Если ткнуть, то сразу окажешься на нашем форуме. Вот он форум. Тысяча четыреста тем. Здесь много, что можно найти. Вот, допустим, у меня переписка с мусульманкой. Вот раз, и видно, о чем мы там говорим с ней. Там были, и просто надо, чтобы человек зашел. Я беседа Рима в 6.23. Вот. И вот у нас открытый православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Это уже почти тысяча роликов без малого. Их было больше, но администратор их слепил, которые, чтобы они были вместе. Но, видимо, теперь не будет этого делать, потому что очень большие получились ролики. Ну вот, готовим сейчас, начитываем Новый Завет. И это тоже ни два, ни три. Это у нас много тут будет роликов. 50 примерно роликов по полчаса. Потому что подробно даем здесь комментарии. Вот так. У нас еще есть такой полумертвый. Это живой журнал. Вот он где. Много для нас значит вот Mail.ru Мой мир. Вот сейчас он уже укороченный, попорченный, но все равно еще много тут добра. Можно беседовать. Беседовать, рассылать. Главное, чтобы можно было рассылать. Это я что ставил, оно здесь показывает. Благодарение Богу. Отошел. Да. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. У нас около 4 тысяч только фотографий. Вот мы показываем, какие темы, все это по темам. Мы были в поездке, и вот как это все. Приезжал тут корреспондент, у нас снимал. Можно показать сейчас, как оно выглядит. Вот, это у нас деревня, дом Устиновых. Это в подвал он там сфотографировал. А в подвале банки, видите, как добрая хозяйка все приготовила. А это дипломами их дочка награждается, 5-6 класс Анфисов Устинова. Можно показать это. А это дома какие книги лежат. Это все он сфотографировал. А это он сам, Владимир Ритунский, из газеты Света Октября, Мамонтовский район Алтайского края. Ну, это зашел к Устиновым и показал, вот какой уголок у них. Люди молятся. Ну, православные как. Это меня он задел тут. А вот это Устинов хозяин, где хозяйка стоит. Труба тут идет, топится. Котел в храме, это наш храм. Деревня Потеряевка. А это тут и так не получилось сильно, это не видно. Это какие правила о церковной дисциплине. Вот он их заснял сюда. Но он заснял все надписи, какие у нас в храме. Между иконами или выше икон. Вот как. Да. Начало мудрости, страх Господень. Доброе разумение у всех водящихся им. А благоговение к Богу начало разумения. Глупцы только призрают мудрость и наставление. Притча 1.7. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Римлянам 8.11. Это у нас в храме висят такие надписи. А это два ластощинных гнезда. Это прямо над алтарной дверью. Это тайная вечеря. Ласточки свили гнездо. И здесь тоже. Вот. И батюшка, отец Аким показывает. Вот где. Как раз на крещение они стали видеть гнездо. На крещение. У нас крещение там в первое воскресенье после 12 июля. Вот он находит. После 7 июля. А это она на престольной. Это Библия. Специально. В таком металлическом окладе Библия. Это изображение Иисуса Христа. На аналое в храме. Вот батюшка его берет и держит. Вот как у нас там. Это с нуля все. Поселились мы. Там 20 лет не было ни одного жителя, ни одного дома. И вот построен храм. Это бывшее капище, клуб. Вот батюшка стоит, весело ему. И сказал им, идите по всему миру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16, 15. Вот прямое повеление. Какой тут монастырь? Так человек, который постится за грехи свои, опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его и какую пользу получит от того, что смирялся? Бог говорит, ты оставил меня, говорит Господь. Поэтому я простру на тебя руку мою. И погублю тебя, я устал миловать. Иеремия 15, 6. Вот видите, как научились сено тут крутить. Сейчас его. Это батюшка. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Серахов 5, 13. Не считая посрамления, отвергающего учения. Притча 13, 18. Это в школе, Алексей. А сейчас здесь. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфян 8, 3. Это в школе. Вот батюшка и показывает этот стенд школьный. Как он выглядит. Отвел урок, батюшка пришел, встал на место учителя. Вот учительница преподает. Два ученика в школе, в классе. Елена, она как за директора. Это Виктор Николаевич ведет урок. Уроки там истории, по-другим он. А это вот ведет как раз урок. Юнчук, Людмила, жена Диакона. Она ведет урок как раз с одним. Он ее захватил. Это стол. Видите, настольный теннис. Отдельно класса-то нету. Вот так. Но это тут он нас заснял. Вот как грузят. Это наш Потеряевка. Вот его дом Диакона. Грузят сено. Вот православный форум. Тут показали наш. Вот это у меня фотография интересная. Это на проповедь, на благовестие. Видите, как босиком. Меня по заказу этот снимок на рассказу. Браток называется. Посмотрите, Библия. А это вот пришла бумага от президента Белорусской Республики. Благодарят за книги, которые я подарил. Вот. А это сейчас отец Наум говорил. Это его жена написала на меня. Бумага там. Я не согласна. А сама через меня и пришла в православие. Она этого не отрицает. Извописцев. А тут нападает. Она с монахами познакомилась. Ну и раз с монахами познакомилась, значит они что говорят ей? Против говорят. А это вот откуда я сейчас веду разговор. Это где мы записываем. Это Ползунова 6, Барнаул. Это Голубятня у меня. О, видать, голубки сидят при влете в Голубятню. Вот так. Это я документы представляю, фотографирую их. Вот так. А это верующих всех. Помолиться, что нам ехать очень далеко, думаю. Вот я сейчас сижу как раз перед этим монитором. Вот так. Ну вот, сижу за ним. Вот видать, где тут клавиатура. Снимки сделаны. Ну, это мы были у одного священника. Это у него в храме. Тут уже ничего нету. Храмы и мечети.